На улице уже темнеет, однако работа в Дугане Занданджу идет полным ходом. Каркас здания уже построен. Сейчас основная цель его утеплить. Основные работники – волонтеры. Ребята проводят здесь все свободное время. Ведь они привыкли никогда не отказывать в помощи тем, кто просит. Мы участвуем в самых разных акциях. Мы помогаем дедушкам, бабушкам, детям, сиротам. И мы не могли просто отказаться от данной просьбы. По буддийской философии у тех, кто принимает участие в строительстве религиозного сооружения, улучшается карма. То есть ребята за благое дело получают благословение свыше. Но Занданджу не просто Дуган. Он будет служить местом сбора молодежи. Причем они станут не только проводить здесь собственные мероприятия, но и изучать основы буддизма. Профилактическая работа будет вестись на профилактику табакокурения, вреде алкоголя и тому подобное. Вот такие вещи. От таких моментов хотел бы с молодежью более тесно с ними общаться. И также основывалось, конечно, на буддийской философии. Своё название Занданджу получил в честь единственной статуи Будды, сделанной при его жизни. Сейчас уникальная реликвия находится в Агитуйском Датсане. К нам приезжают из разных стран, из Тибета, из Китая. Очень большие учителя, большие чиновники в том числе. И они первым делом все едут именно к святыне Занданджу. Но об этом почему-то у нас, к сожалению, мало народа знает. И мы решили назвать этот центр этим именем, для того, чтобы и рассказывать, в том числе, и об этой великой нашей святыне. Центр планирует распахнуть двери всем желающим к лету 2015 года. Мария Токмакова, Булат Бадмаев, Новости дня.